80% кировских дорог требуют капитального ремонта. Такую статистику озвучивают специалисты дирекции дорожного хозяйства. Водители, которые ездят по разбитым дорогам, жалуются на то, что вынуждены постоянно оплачивать дорогостоящий ремонт своих машин, еще и штрафы платить за выезд на встречную полосу. Тем временем городские чиновники сделали еще один шаг в решении проблемы бездорожья. Как выглядит ремонт эконом-класса, увидела Елизавета Халикова. Так выглядит экономный вариант ямочного ремонта. Глубокие выбоины на перекрестке улиц Свободы и Пятницкой чиновники решили засыпать щебнем. А вот как выглядел этот участок дороги месяц назад. Тогда автолюбители постоянно жаловались, что из-за ужасной дороги страдают их машины. Смотря как въедешь, минимум колеса можно повредить. Если удачно въезжать несколько раз, еще больше повреждений могут быть. Мне кажется, логично, понятно, что такие дороги не должны быть. На днях этот участок дороги отремонтировали. Правда, качество проведенных работ устроило далеко не всех. Жители ближайших к перекрестку домов теперь жалуются на пыль. А водители – на новые причины поломки своих авто. Разбиваешь подвеску, расходный материал, деньги. Часто езжу здесь. Две недели назад были ямы. Сейчас засыпали, но это ненадолго. Все берем уже как песок. Велосипедистам и вовсе проехать здесь значит преодолеть полосу препятствий. Алиса Миронова на своем двухколесном в этом месте приезжает довольно часто. Говорит, ездить здесь приходится очень осторожно, чтобы не вылететь под колеса машин на очередной кочке. Тяжело. Такая антицеллюлитная программа. Государство, ну, правильно, Кировской области никуда вообще не смотрят. Обидно, конечно. Тут уже, честно говоря, тут уже надо покрытие сдирать. И вообще просто новый настил делать полностью. По словам специалистов дорожного хозяйства, щебеночный ремонт – это только первый этап. И сделали его для блага водителей, чтобы те, проезжая ночью, не ломали свои авто. Основательным же ремонтом перекрестка Свободы и Пятницкой займется подрядчик. Чтобы найти его, чиновники объявили аукцион. Значит, у нас в конце недели будет уже известен подрядчик. Там в течение 10 дней заключается муниципальный контракт. Но я думаю, что до конца месяца уже появится асфальт на этих улицах. Кроме перекрестка Пятницкой и Свободы, до середины осени планируется провести ямочный ремонт на улицах Володарского, Преображенской, Малой Московской, Октябрьском проспекте, а также на нескольких улицах Новоядского района и микрорайона Радужный. На это из местного бюджета выделено 15 миллионов рублей. Елизавета Халикова, Алексей Стахеев, Алексей Юферев, Бюро новостей Дайвича.